Гуанчо, Китай. Всем понятно, чего США хочет добиться в Венесуэле. Мадуро загнан в угол. Нюхайбин. Гуанчо, Китай. 29 января 2019 года. 23 января во второй половине дня президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве отношений с США, а также потребовал, чтобы американские дипломаты покинули страну в течение 72 часов. Это стало результатом провокационных призывов, сделанных вице-президентом США Майком Пенсом 22 января на испанском языке, в которых он побуждал граждан Венесуэлы выходить на улицы в поддержку оппозиции и нанести удар по Мадуро. США не признают правительство, сформировавшееся в результате президентских выборов, прошедших в Венесуэле в прошлом году, и налагают на страну всевозможные санкции. Сегодня результатом таких действий стал разрыв дипломатических отношений между странами. Как США будут бороться с левым политическим режимом Мадуро? Как Мадуро будет справляться с политическим и экономическим хаосом, творящимся в его стране? Мы взяли эксклюзивное интервью у заместителя директора Центра латиноамериканских исследований Шанхайского института международных исследований Нюхайбена, который поделился самым свежим пониманием проблемы. Гуанчо, к разрыву дипломатических отношений между правительством Мадуро и США привело то, что Штаты не признают результатов прошлогодних выборов, поощряя приход к власти оппозиции. Почему США не поддерживают правительство Мадуро? Нюхайбен, на это есть несколько причин. Во-первых, это связано с общей стратегией Трампа в Латинской Америке, где он видел усиление правого крыла. Многие страны Латинской Америки, в том числе и такие крупные страны, как Бразилия, начинают все больше поддерживать позицию правого крыла, что заставляет США принимать все более жесткие меры. Кроме того, Мадуро прочнее закрепился у власти, чем ожидал Трамп. Второй срок президента Венесуэлы был довольно длинным – 6 лет. Америка не смогла бы так долго терпеть политический режим, который не нравится им по многим причинам. Именно поэтому США поддержали Национальную Ассамблею, признав его законным правительством страны, и, опираясь на нее, строили политические козни Мадуро. США оказывали давление на Венесуэлу на военном, дипломатическом и экономическом уровнях, открыто агитировали венесуэльских военных, поднимали вопросы о гуманитарном кризисе и легитимности выборов, стремясь поменять существующую во Венесуэле политическую среду. Вы упомянули усиление правого крыла в Латинской Америке и то, что США не признают правительство Мадуро. Есть ли у США планы по притеснению левого крыла в Латинской Америке? У США всегда были такие планы. Их недовольство базируется на том, что пусть и в разной степени, но сторонники левого крыла отдалились от США, найдя себе других экономических и внешнеполитических партнеров. После прихода к власти Трамп борется за превосходство США, а также за главенствующую позицию в западном полушарии. Как будут развиваться отношения между странами в дальнейшем? Какие действия предпримут США? После начала второго президентского срока Мадуро, США стали оказывать давление на Венесуэлу из дипломатической точки зрения, поддержав превращение так называемой Национальной Ассамблеи во временное правительство. Вместе с тем США надеются, что для удобства поддержания связи с оппозицией, оказания влияния и точного понимания обстановки их дипломаты смогут остаться на территории Венесуэлы. Если же Венесуэла прекратит дипломатические отношения с США, то этот канал связи окажется заблокированным и неопределенность усилится. Будет ли США устанавливать срок отбытия венесуэльских дипломатов из своей страны, станет понятно по ходу развития событий. С экономической стороны, в отношении некоторых венесуэльских чиновников введены финансовые санкции, приняты также и другие меры ограничения Венесуэлы долларовой финансовой системой. О других санкциях, например, о прекращении торговли нефтью между странами, пока еще сложно говорить, это серьезное решение. Не знаю, есть ли у США смелость принять его. Конфликт существовал с момента президентских выборов в Венесуэле. Какая, на ваш взгляд, сложилась ситуация в этой стране? В сфере экономики на Венесуэлу наложены санкции США, наблюдается нехватка иностранной валюты. Возможности Венесуэлы в сельском хозяйстве, здравоохранении и производстве сильно ограничены. Страна зависит от импорта таких жизненно важных вещей, как продукты питания и лекарства. Поэтому валютный дефицит так сильно влияет на материальные условия жизни венесуэльцев. Кроме того, важно иметь в виду производственные возможности нефтяной отрасли в Венесуэле. США сейчас тоже экспортируют нефть, международные цены на которые не слишком высокие, в сумме с общей нестабильностью в стране. Все эти факторы приводят к снижению производственных возможностей нефтяной промышленности в Венесуэле. Поэтому давление, оказываемое на страну, сейчас оценивается как довольно большое. Глава Национальной Ассамблеи Хуан Гуайда объявил о том, что присягнул на должность временного президента, с целью сменить у власти Мадуро. Гуайда признали Канада, Бразилия, Аргентина, Колумбия и Чили. Каким образом, на ваш взгляд, Мадуро будет справляться с ситуацией? Поступали также сообщения, что правительство Мадуро усмирило вооруженное восстание, вызванное разрывом отношений между Венесуэлой и США. По словам Мадуро, США втайне поддержали это восстание, что еще сильнее уменьшает надежду на диалог между странами. К тому же, президент Венесуэлы объявил о том, что Национальная Ассамблея, нелегитимное правительство, в рядах оппозиции не наблюдается сплоченности, а значит Мадуро занимает относительно твердую позицию и внутри страны на международной арене. Он взял на себя такую инициативу. В 2018 году в странах Латинской Америки прошли президентские выборы, в Колумбии, Бразилии и Чили к власти пришли представители правого крыла, левое крыло сейчас не занимает сильных позиций в Латинской Америке. Какая, по-вашему, за этим стоит причина? В первую очередь людей подталкивает на это недостаточно хорошее экономическое положение. Они хотят узнать, не предложит ли новый лидер, новая правящая партия свой способ выхода из сложившейся ситуации. Кроме того, вопрос о коррумпированности правого крыла стоит остро, а борьба со взяточничеством пошатнула политическую репутацию некоторых лидеров левого крыла. Под действием этого комплексного фактора жители Латинской Америки решили сменить лидеров и руководящие партии. Все это похоже на то, как сменяют друг друга демократическая и республиканская партии в США. Раньше левое крыло было у всех на виду, его политическое положение в Латинской Америке было относительно стабильным, заметны были его успехи в общественной и экономической сфере. Но после начала экономического кризиса в Бразилии в 2015 году, левое крыло начало постепенно сдавать позиции. Ко всему прибавилась разница в уровне авторитета лидеров разных стран и проводимой ими политики. Некоторые их решения были взвешенными, некоторые радикальными и приводящими к непредсказуемым результатам. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...